Этот российский журналист запомнился телезрителям по телеканалу «Россия-культура» и как обаятельный ведущий новостных телепрограмм. На данный момент Владислав Флярковский является одним из участников Общественного совета Российского еврейского конгресса. Как же складывалась жизнь у этого обаятельного и талантливого телеведущего? Краткие биографические сведения. Будущий журналист родился в Башкирской республике, родиной считает небольшой городок Октябрьский. Спустя какое-то время семья решила переехать в Баку, где мальчик и пошел в школу. По словам Владислава, он никогда не думал, что свяжет свою судьбу с профессией журналиста. Да и вообще, судя по его биографии, Флярковскому не везло с поступлениями в учебное заведение. Но оба всем по порядку. Сразу после «школьной скамьи» юноша решил попробовать свои силы и попробовать поступить в Московский архитектурный институт. Но удача отвернулась от него, молодой человек не смог пройти по конкурсу. Та же участь постигла парня и при попытке стать студентом в ГИКа. Чтобы не падать духом, Флярковский решил попробовать поработать фотографом какое-то время, но в скорости его забрали в армию. Служба юноши проходила на границе с Китаем, затем его перевели на Тихоокеанский флот. После демобилизации Владислав решил критически подойти к вопросу образования, поэтому специально записался на подготовительное отделение МГУ и, по его окончанию, стал студентом этого учебного заведения. В процессе учебы на журфаке юноша смог получить навыки, необходимые для работы телевизионного журналиста. Во время перестройки Владислав Флярковский решил поработать корреспондентом в Израиле и переехал туда вместе с коллегой по цеху Александром Гурновым. В обязанности журналиста входили постоянные переезды, интервью с местными жителями об их повседневной жизни и так далее. После возвращения в Россию, карьера Владислава стала стремительно расти вверх. Личная жизнь. Невзирая на плотный график работы, у журналиста все хорошо в личной жизни. Его избранницу зовут Мария Розовская, она тоже журналистка. Они женаты еще со студенческих лет. У пары есть сын Илья. А как вы относитесь к Владиславу Флярковскому? Пишите ответы в комментариях. Понравилась статья? Нажмите палец вверх и подпишитесь на канал. У нас интересно?